Жизнь вопреки. О том, что это значит, не понаслышке знают тысячи славянцев. Это люди с ограниченными возможностями здоровья. Именно они собрались вместе на районном этапе краевого фестиваля конкурса художественного творчества среди инвалидов «Мы есть, у тебя Россия». А тех, кто вопреки жизненным невзгодам идет всегда вперед, смотрите в первом материале выпуска. Для людей с ограниченными возможностями здоровья участие в фестивале конкурсе – большой праздник. А самое главное – отличный повод встретиться и просто пообщаться. Для каждого человека участие в любом конкурсе, не обязательно в этом, дает возможность показать свои силы, свои возможности. Вот именно, что человек не замкнут в одном кругу, а что он действительно чем-то занимается, чем-то полезен. Что-то может рассказать своими работами, рассказать другим людям. И чтобы привлечь и других к участию в таких конкурсах. Прошедший фестиваль-конкурс – очередная встреча старых друзей. Повод пообщаться, поделиться последними новостями, вспомнить совместные мероприятия, поездки, праздники. Особенно плодотворному общению в Малом зале Дома культуры способствовал конкурс художественной самодеятельности, где на суд жюри, а также всех друзей и знакомых были представлены разнообразные поделки, вышивки, аппликации. Свои работы на конкурс привезла Нина Шапарь – член общества инвалидов черноярковского сельского поселения. Картины, иконы, вышитые нитками или бисером, несомненно, удивляли каждого. Я занимаюсь с самого детства, с самого детства, с первого класса, как начала заниматься, мне в доме мамы всё было вышито разными делами, и выбито, и вышито любыми. И сейчас также я и продолжаю вышивать. В городском Доме культуры в этот день собрались удивительные люди, жизнелюбием которых можно только восхищаться. Коллективы и отдельные исполнители, члены общественных объединений социальной направленности со всего Славянского района. Были и представители детского клуба «Семицветик», работающим при обществе инвалидов Славянского района. Работы, сделанные руками юных славянцев, особо впечатлила жюри. Инвалидность – это прежде всего не приговор. Инвалидность – это совсем немножко другая жизнь. А работы представленные – это работы наших детей, деток, которые стараются участвовать везде. Здесь вы можете увидеть работу и взрослых, но дети всегда привлекали своё внимание. Как мама, я стараюсь, чтобы мой ребёнок был способен и участвовал везде, где только можно. Конкурсанты представили свои работы не ради победы. Для них участие в фестивале – ещё одна возможность встретиться в уютной обстановке и хорошо провести время. После выставки участники фестиваля собрались в зале городского Дома культуры. Там выходили на сцену и дарили зрителям свои творческие номера. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Жюри оценивало творчество конкурсантов в следующих номинациях – художественная самодеятельность, сольное исполнение, вокальный ансамбль, хоровое исполнение, бардовская песня. Все участники фестиваля конкурса выступили достойно. ПЕСНЯ 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 Всех конкурсантов объединило несчастье. То, что может пригнуть к земле или даже сломать человека. И тем не менее, они люди не просто сильные и стойкие, но и доброжелательные, улыбчивые, заряженные позитивной энергией. Что помогло им стать такими? Наверное, не в последнюю очередь то, что они все вместе. Ведь их негласный девиз – «Мы есть у тебя, Россия! Мы твои, Кубань!» Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».